всем привет сегодня 25 мая утро уже 10 дней идет нерестовый запрет и ловить можно только в пределах административных границ населенного пункта я иду на рыбалку попробовать половить карася он кстати первые дома появляются но тут за деревьями плохо видно там дома село как раз начало села или конец не знаю в общем село за деревьями плохо видно нравится мне это место этот ерик ну вот сами посмотрите как здесь зелено деревья и спокойно всегда очень спокойно все зелено прямо вокруг немножко траву так прижму попробую на трех метровую половить удочку у меня два с половиной собой есть метра самая тонкая глубина здесь сейчас посмотрим какая здесь глубина исходя из этого уже буду подбирать удилище сразу смело можно вот так вот вот так пока поплавок идеально лежит на бок то есть грузик коснулся дна здесь буду закармливать а потом уже поплавок регулировать карасик основном берется одна как всегда прикормка горох перловой крупой спрашивают как я его готовлю бывает варю а вчера вот просто ну как кипятком залил ночью ну на ночь с утра вот он такой запаренный он не разваренный ничего такой идеальный я считаю самый прям на поплавок час накидаю никаких не добавляю ароматизаторов ничего вот просто вот так атмосфера здесь просто для успокоения души главное тихо спокойно и зелено всегда приятно находиться я думаю хватит немножко оставлю вот так вот потом посмотрим как он подойдет нет карась наживка естественно красный червь он такой пахучий самый для карасика самое то вот так побольше насаживаю чтобы много было на ветерок раздувает весной всегда ветра да вообще всегда у нас ветра здесь вот поклевка сразу прямо нет но это мелочь я уже говорил карася надо ждать он на прикормку подходит позже и потом клюет только карась видимо более крупная рыба ну стая когда подходит отгоняет мелочь разбегается мелкая рыбка ведь какие поклёвки кто там такой у нас густерка вот сейчас она замучает пока там карась еще не подошел давайте я вам расскажу как у меня прошли несколько рыбалок в общем 20 мая выехали женой на рыбалку а такая прям погода была пасмурная с утра но дождя еще не было буквально полчаса пути и полил сильный дождь также ехали в одно село попробовать половить на донки на червя ветер дождь льет такая сегодня погодка и мою а мы на рыбалку выехали решили попробовать сазана половить но чет прям погодка не радует погодка прям грибная дождик здоровый такой прям это вот после этого дождя я думаю вот покажи переверни такой уже до старый нормально так вот это запах у него классный их полно здесь такое грибное прям место понатыкана паусей на грибов май в этом году очень холодный дождливый но за счет этого очень много грибов и вот по пути мы как раз наткнулись на большую поляну шампиньонов начали собирать под дождем вышли потом на то место к реке где хотели половить вода еще высокая была уровень не падал не опускался поэтому течение сильное и ветер был в лицо волна и так мы не стали на этом месте ловить поехали дальше нашли более менее уютное место хотя тоже был ветер там не было ямки конечно я думал может сезона половить там помельче было но прямо отлично ловилась в обла я даже в апреле в этом году в обла вообще не ловил а сейчас вот в мае в конце прям отловились отлично попадалось даже чихонь три штуки поймали чихонь поймал на червя он в облужина ловила в облежка такая да смотри лишь какая она сверху питается держи какие у нее крылья прям до плавники она сверху еще к нам выгибающий сабли называют лишь как она наверх сверху может питаться у тебя с 1 взяла сейчас она скоро вот у нее ход будет прям ловить как она здесь живет очень часто попадался подлещик и мне попался лещ это лишь здорово к себе ого я боюсь его ну-ка пойду давай это как мы ловили тогда вот это да смотри что у него объечейный смотри видишь да сквозь сетку прошел бедная рыба вот это да тут я дождался красавчик снизу еще посмотри какая там рыба у нас и эту а тут мелочь мы стояли между двумя селами на той стороне было село и на этой стороне где мы сидели тоже были дома село в парике плавали гуси домашние утки кормились то на этом берегу то на том берегу очень хорошо половили на этом месте на донке я так снимал мельком хотелось именно отдохнуть от съемки просто порыбачить в удовольствие и неплохой такой контейнер засолил рыбы в этом году поводок не самый высокий даже я бы сказал низкие и вода начала падать рано уже где-то 22 числа я заметил что вода начала уходить вот 23 я был на рыбалке хотел попробовать половить сазана потому что как раз на спаде воды у него принципе активизируется клев уже на жмых постоял где-то полдня на три закидушки поклевок вообще не было на закидушки на сазана попробую половить где-то через неделю как раз вода еще чуть-чуть упадет а пока вот здесь в селе пробую ловить карася рыбалка сейчас вот до 20 июня разрешена только в селах оба наконец-то я так долго его еще никогда не ждал этого карася такой но не самый маленький раз здесь меньше были на этом водоеме кстати интересно у него здесь такие как у леща при нересте шипы такие небольшие первый раз по украсть я такое замечаю я не знаю сколько его не было здесь этого карася сколько его ждал первый раз так долго не знаю часа два наверное вот он первый карасик самец просто счастье какой-то первый карасик сейчас наверно садок немножко в сторонку сделаю вот смотрите я поставил ну то же самую снасть на удочку два с половиной метра а вот это три было вот уже что только не делал вот видите насколько она тоньше а это насколько ну вот по длиннее и толще это тоненькая прям я надеюсь то что вот он клев начался я еще добавлял прикормку ну долго прям ну вот никогда такого не было так долго подбирал уже все поклевка такая была непонятная как-то водила просто до этого и красноперку я уже ловил и густера было вот он первый карась непонятно сразу поклевка тут же повело вот смотрите как повело поплавок ну вот она мелочь вот ветер сверху такие всплески это то ли уклейка то ли какие-то вот сверху рыбки видимо собирает то ли насекомых то ли этот пух там же семечко все равно есть небольшая что-то они здесь едят короче непонятно и вот здесь на этом ерике каждый год это уникальная птица живет зимородок маленькая птичка питается рыбой ныряя воду максимальное увеличение больше не могу увеличить только здесь я их встречаю царясь куклю большой она ныряет воду а гнезда делают в норах здесь берега высокие просто уникальная птица жалко увеличение больше нет камеру поставил папа маленький опять ну я вам скажу ну не прям маленький конечно такой средненький бывает еще меньше ждать приходится вот сейчас опять ждал я не знаю минут десять я думал клев начался долго он что-то он раскачивается сегодня а вот опять на верхний крючок интересная а тут уже крючок из поплавок поднимал уже как-то знаете тут раз что-то цеплялась пару раз может там какие ветки вот непонятно эти как неудачно может место выбрал вот он красавчик да я вам сейчас все объясню сейчас опять я сидел тут минут 15-20 ничего не клевала зацепил опять какую-то веточку вот мне все стало понятно в принципе тут же карась чуть дальше кидаю смотрите ну сейчас не знаю сразу клюнет нет надо переставлять переставлять снасть на трехметровое удилище здесь закоряжена карасик он подошел он стоит дальше немного прям поклевки сразу на это густера с один сорвался карась я начал дальше ловить до поздно до меня это дошло хотелось вот знаете как раньше я здесь ловил вот так вот поплавок прямо так отпуская но это было давно сейчас уже все ветки какое хорошая поклевка видели какая была это прям карась так карась все я понял он сейчас сорвется наверно ну моя тихо 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 здоровый карась обалденный карась морич какой все понятно стало там он дальше стоит и все поклевка была как будто там какая-то мелочь какая-то странная поклевка вот бывает такое взял и поторопился поставил это удилище короткая два с половиной метра думал здесь прям половлю а здесь закоряжена не пойму почему не клюет всегда клевал раньше сейчас не клюет долго вот они изредка попадались потому что постоянно перекидывал сейчас дальше кидаю но мне очень неудобно на вытянутой руке тут буквально не хватает вот трехметровый будет прям идеально все вот привязал леску вот узел к трехметровым удилище блин вот надо же было все переделать как всегда вот хочешь как лучше получается как всегда теперь посмотрим что здесь будет клевать ухты вот он вот и карась видите как причем карась ты какой хороший надо было это же надо было вот так сделать взять самому себе рыбалку испортить все можно камеру ставить поклевки снимать карась там уже собрался скопился вот так вот ничего и все и это задам пробовать вот он вот это веселье началось сошел е-мое сошел ухты вот это красавчик ухты это что такое это сазан вот это он водит конечно на маховое удилище и главное поклевку я заснял прям как забросил вот она камера стоит и самую поклевку но это конечно сазан такой который надо отпустить но все же какой он бойки я думал там карась приличный этот кадр мне хочется заснять камера села блин такой маленький ну кстати такой прям берешь вовсе по-другому никак карась прям камера села е-мое худенький маленький сазанчик небольшой совсем совсем небольшой маханьки но интересно сазанчик попался вот он пошел родимый отпускаю потому что такого забирать нельзя причем вот самое не что понравилось я камеру поставил именно поклевку заснять и заснял тот заснял поклевку именно сазана то есть как закидываю именно вот сколько там секунд прошло но я думаю немного там даже минуты нет точно поклевка была где-то секунд 20-30 наверное не помню уже уже все когда он клюнул я думал это какой-то карась здоровый он очень сильно тащит сазан по-другому сейчас перезакину камеру вот установил опять сейчас хочу поклевку заснять получится нет надо выше вот так надо вот так вот сразу поклевка идет видите ух ты и положила и положила и там вот это карась видите сразу клюет я говорю клев прям отличный стал карачки то неплохие карась стоит вот вся рыба дальше где с утра прикармливал главная камера в воду не уронить не стала я на штатив ставить но какой красавец долго я здесь сегодня сижу красит в принципе я уже наловил думаю собираться идти домой круг здесь получил здесь немного вот они карасики 6 штук 7 даже 7 штук ну куда еще больше вот этот самый крупный получился ухты ну и там помельче есть да нормально вот на жаре хоть самый маленький наверное покрупнее 7 штук что еще надо для жизни отличные караси если бы я сегодня не экспериментировал с этими ультра легкими удилищами можно было просто обловиться этого карася ну и так принципе нормально хорошо порыбачил половил просто хотел сегодня рассказать ситуацию на водоемах какие у меня рыбалки прошли видео не выпускал почти две недели дальше будут буду через неделю пробовать я уже говорил ловить сезона нажму их на закидушки рыбалка разрешена пока только в населенных пунктах а на этом все всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно пока я домой удочку тут оставлял еще нет отчет и есть ну вот скажите постанова вот еще один карась реально даже не думал на одном крючке было немножко червя ахты камера в руке неудобно когда на голове удобнее и ума и оба причем такой хороший попался под конец смотрите оба еще один есть в общем я поймал сегодня 8 к россии получается вот такой карасик напоследок а теперь точно всем пока